Немногим больше года назад перед тем, как поехать на работу, Тресси Блинов из штата Монтана оставила свою 7-месячную дочь Элиану в детском саду Бизи Хэнд. Прошло совсем немного времени, прежде чем ей позвонила одна из сотрудниц детского сада, сообщив то, что Тресси не забудет уже никогда. Тресси сказали, что ее дочь была укушена, поэтому она сразу же отправилась в садик, чтобы проверить то, что казалось немыслимым. Элиану не просто один раз укусили, все ее лицо было покрыто следами от укусов, оставленных ребенком постарше. В том, что дети могут укусить друг друга, нет ничего неожиданного, это происходит в мире каждый день. Но больше всего Тресси возмутило то, что ее ребенка укусили множество раз, прежде чем на это обратили внимание сотрудники детского сада. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения, установленной в детском саду, Тресси поняла, что прежде чем нянечка разняла двух малышей, ее Элиана страдала от укусов в течение почти полторы минуты. На ее лице и теле было более 10 следов от укусов. После инцидента полиция начала расследование, чтобы выяснить, почему сотрудники так долго отсутствовали в комнате, в которой находились дети. Сотрудники детского сада в свою очередь заявляют, что подбежали к Элиане сразу же, как только услышали ее крики. Двухлетний ребенок, виновный в нападении на Элиану, совсем недавно стал посещать этот детский сад. Неделю назад ее отчислили из другого садика за то, что она покусала одного из детей. Однако мать ребенка не рассказала сотрудникам Бизи Хэнс об этом конкретном случае, и поэтому персонал не мог ожидать такого поведения в стенах своего учреждения. Этот ребенок начал ходить к нам совсем недавно. Мать скрыла от нас тот факт, что ее дочь кусается, а также то, что неделю назад она была отчислена из детского сада Литл Грис за то, что укусила одного из детей, рассказала владелица детского сада Бизи Хэнс, в интервью ABC Fox Montana. «Если бы мы знали об этом, мы бы не приняли ее в наш детский сад. Укусы были настолько серьезными, что Элиане пришлось принимать антибиотики». Тем не менее, через несколько дней после случившегося, несмотря на многочисленные синяки на лице, ребенок пребывал в хорошем настроении. Вот что написала об инциденте ее мама Трейси на Facebook. «Сегодня у нее отличное настроение. Я рада сообщить, что синяки и припухлость немного сошли, удивительно, насколько отходчивы дети. Спасибо всем за вашу поддержку». ABC Fox Montana и КПЭКС будут и дальше следить за развитием событий, связанных с нашей малышкой. Закон штата Монтана гласит, что в детском саду на одного сотрудника должно приходиться не более четырех детей. Однако после инцидента с Элианой, детский сад Бизи Хэнс заявил, что они намереваются сократить количество детей, приходящихся на одного сотрудника, до двух, чтобы гарантировать их полную безопасность. Это естественно, что оставляя детей в детском саду, мы ожидаем, что они будут находиться под присмотром, и с ними не произойдет ничего плохого. Любой, у кого есть собственный ребенок, знает, что достаточно отвлечься буквально на несколько секунд, чтобы с малышом приключился несчастный случай. Если в случае с Элианой сотрудником детского сада понадобилось полторы минуты, чтобы прийти к ней на помощь, возможно детским садам стоит вплотную заняться пересмотром методов работы своего персонала. Разумеется, мама виновного ребенка должна была предупредить об инциденте с укусом, поэтому на ней тоже лежит доля вины. Я надеюсь, родители Элианы не будут бояться снова оставлять ее в детском саду, а сотрудники Бизи Хэнс отныне ни на секунду не будут оставлять детей без присмотра. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.